В этом году компания Apple показала много новых и интересных продуктов, даже обновили iPad Pro в начале года, представив первые планшеты с сенсором LiDAR. Но в следующем году нас может ждать более крутое обновление iPad'ов с приставкой Pro. Инновации по всем фронтам, так сказать. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, у микрофона Антон, канал Копипаста, поехали! Как сообщает портал MacRumors, первыми продуктами Apple с MiniLED станут планшеты линейки iPad Pro. И это только начало, ведь вслед за ним будет целая россыпь гаджетов с подсветкой на миниатюрных светодиодах, от MacBook до iMac Pro. В чем же преимущество технологии MiniLED над IPS? По правде говоря, MiniLED это улучшенный LCD с подсветкой из мелких светодиодов. Настоящая инновация ждет нас в микро-LED дисплеях, которые являются наследниками OLED. Там каждый пиксель является независимым источником света. И самое главное, микро-LED более долговечен и не подвержен выгоранию. Но до внедрения микро-LED еще очень далеко. А вот MiniLED это наше с вами ближайшее будущее. В любом случае, дисплей в iPad Pro 2020 года практически идеален. И если Apple сможет сделать его еще лучше, останется только сказать спасибо. Что же касается начинки, то по сообщению MinChiKuo, планшеты и линейки iPad Pro 2021 будут оснащены процессором Apple A14X. И впервые в истории планшетов iPad будут продаваться с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Гаджетов с поддержкой 5G становится все больше. А это значит, что рано или поздно мы с вами тоже станем пользователями этой прекрасной технологии. Единственный вопрос, который остается – это модельный ряд. Ведь многие источники сообщают, что сначала нам станет доступна только одна версия обновленного планшета – 12,9-дюймовый iPad Pro. Мне кажется это странным. И вероятнее всего, нас ждет сразу два iPad с приставкой Pro. Как и цена, нас ждет вероятнее всего та же, что и на iPad Pro 2020. Планшеты Pro остаются не для всех, но по-прежнему являются одними из лучших на рынке, если не лучшими. Помимо всех нововведений, нас может ждать iPad Pro вот в таком вот золотом цвете. Как он вам? Пишите в комментариях. А представят обновленные планшеты iPad Pro уже в первом квартале 2021 года, что не может не радовать. Также в первом полугодии 2021 года ждем пополнения в линейке компьютеров Mac на базе ARM, обновленной iMac. Ну и про AirPod Studio и поисковый маяк AirTag тоже не забываем. Их, вероятнее всего, мы увидим весной. Вдобавок, нас ждет необычный эксперимент. Ведь по сообщению портала MacRumors, помимо iPad с mini-LED дисплеями, мы можем увидеть планшеты Pro линейки с OLED-матрицами во втором квартале 2021 года. Скучно точно не будет. А какой планшет из линейки iPad'ов вы бы себе взяли? Я люблю крайности. Либо относительно дешевый iPad 2020, либо царский iPad Pro. Да побольше. Ну а ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Кобепаста. До связи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!